It occurred to me, it occurred to me, it occurred to me, что я давно не стримил. Поэтому я сейчас чуть-чуть... ...сообщу о своем намерении постримить. Кстати, а почему у меня нет фоточки? Так. А вы слышите эти звуки? Я сейчас открыл стримчанский, чужой. Блин, я могу открыть свой, собственно, стримчанский, это будет кошмар, потому что там будут такие страшные звуки. Но я быстро закрою, я специалист. Я просто быстро закрою. Да, ведь я 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 быстро закрою. Я помню, как стример это делал полчаса. Ну ладно, полчаса. По-русски нормально говорит, я вчера нормально. Он делал-то целую минуту? к чему это привело. Там был постоянно этот шум. Так, мне нужно найти свою фотку. Где бы мне взять свою фотку? Могу просто взять... Ой, возьму фотку с Федором Владимировичем. Вот веселая фотка. Замечательно. То, что надо. Сохранить. Так. Теперь мы попробуем. Еще раз отправить ссылку и посмотрим, какая будет картинка. Нет, он не изменил картинку. А я изменил картинку. Картинка не поменялась. Алло, хотя я изменил изображение профиля. Кошмар какой. Ладно, не важно. Тогда я открою сам свой стрим. Буду читать комментарии, которые вы мне пишите. А вы мне не пишите комментарии. Позорище. Ладно, не важно. Не пишите, так не пишите. Сами виноваты. Сами злобные братья. Так, ладно, твитч я закрываю. Ща. Интересно, не установится твитч. Не установился твитч. Ладно, давайте. Another one time. Попробуем войти в твитч. Если что, я уже закрыл всех мерсенов. Вот эта штука. Если что, бот мой телеграммный. Это не твитч. Так, значит, твитч. Я просто пароль свой не помню. Господи, какое я ужасное имя пользуюсь. Ужасный пароль придумал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Прекрасно, я зашел в Twitch, я вижу трансляцию, в эфире один зритель, это видимо я, но это тоже неплохо, один зритель уже неплохо, я считаю. А, может Григорий? У меня появился ярлык, это Frozen Throne, вообще можно было бы просто сейчас скатать Frozen Throne, ой, ну ладно, я скатаю, я хочу наконец-то получить самую замечательную концовку и больше пока что не возвращаться к Metro Exodus, как там по громкости, вроде нормально. Побольше себя вам показать. Блин, а как NVIDIA эту закрыть? NVIDIA так меня бесит, она бесполезная чушь, это ваше NVIDIA GeForce. Че я открыл? Ку-ку, ух ты, тут указана громкость микрофона. Нет, конечно, есть плюсы в том, что могу все это делать, но, блин, а можно это просто закрыть? Ладно. Вы видели составку сто раз, поэтому не буду ее показывать, если не лишний. Кажется, я лжанул в прошлый раз. Кажется, я лжанул в прошлый раз. Потому что хардкор это... А, вот, я могу здесь выбрать, главное правильно выбрать. Так, это совсем старье? Кажется, надо прыгнуть сюда или сюда. А что значит, что это карандашик? Ладно, давайте сюда. Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество – грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мертв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось все метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли это ложь во благо. Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили. Ты у меня молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. У нас ведь людей и так мало осталось. И, может, когда-нибудь мы сможем доверять незнакомцам просто... Просто... Потому что они тоже люди. Нагрузила... Извини, меня сегодня что-то на философию потянуло. Артём, посиди со мной немного. Нет. Не посижу. Дядя Артём! Дядя Артём! Там дядя ДТшник уже мастерскую доделал. Хотите посмотреть? Так здорово получилось! Сюда, дядя Артём! А, привет, Артём! Видишь, как я тут устроился? Как короче слово! Верстай какой шикарный, а? Ха-ха! Всё под рукой. И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. На оборудование мастерское пошла. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. И ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь. А я тут из них буду делать всякие. Работа, непочатый край. Вот ещё не решил где костюмами заниматься. Ладно, там будет по варежку. Ой, укрепление Усэма. Все понятно. Некоторые уже как оборванцы ходят, честно. У князя, броник спинной пластину вообще не держит. А он муржур. Хорошо, мол, не передняя, а то без пальцев на ногах остался бы. Так что я из вас разгильдяем сделаю снова настоящую армию. Звук ремян. Звук ремян. Ты мне не очень похорон. Супер, супер, вы не живете. Звук ремян. Как он привязан. Ничего. Перез�ен. Я не знаю, что сейчас не могу. А потом выжалили, а потом нужно. Он ухажен, когда ты не можешь. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Спасибо, Степа» «Вы, Катя, простите, но я давно спросить хотел. Отец Настин, он погиб ведь? Настя знает» «Погиб. Я не хотела говорить сначала. Мол, на ярмарку уехал». «Ладно, давайте уже на карту. Не хочу сидеть из ночи, лапами бухать. Я ничего не хочу. Все, давайте быстренько ремонтал пройдем. Все, ковчег хочу. Удалось связаться с ковчегом. Спасибо тебе. Я же уже проходил это, я уже... «Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия, правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь». «Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет?» «Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас сани простят тоже. И все поедут домой. В метро». «Обязательно». «Дрезина, что у вас впереди? Прием!» «Другом все заброшено, но путь в норме. Прием!» «Добро! Не разгоняйтесь там особо из-за радиации, следите! Прием!» «Есть!» «До земли пробелились. Мы ведь добрались! Добрались, поймаете! И шли мы к этой цели не неделю, не месяц, двадцать лет ше... целую жизнь! И она была не напрасна! Теперь я точно знаю!» «Тише! Что ты?» «Товарищ полковник, стадиметр заскаливает!» «Так, всем надеть маски и пассажиры пробку и задрается наглухо!» «Ладно, давай с нами, а то все блешь проешь!» «Даже не сомневайся!» «Дерман, стоп-машина!» «Аврору отогнать в безопасную зону и всем под броню!» «Сейчас сделаем!» «Стоп-машина, стоп-машина! Все ясно!» «Так точно, товарищ полковник!» «Отлично! Поехали!» «Не себе чего!» «Поняли, не себе чего, а на самом деле ничего себе надо!» «Сэм еще не лучший в русских» «Видишь, как склон вскрыл! Интересно, склон от него!» «Повезло!» «А то у вас еще на 300 и на 300! Да и так, в общем, неплохо кручивать!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Повровник! Дермах на проводе!» Зоны вышли. Вон нормальный. Ждем вашего возвращения. Прием. Отлично. Конец связи. Смотрите, машин сколько. Видишь, прав был Артем. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Why, надо запомнить why. Why это типа показать датчики. Что-то у меня за пушка. Что-то такое вообще. Ну и, собственно, где мой велкам комитии и ковровая дорожка. Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Ничего себе, это какого-то... Назовитесь. Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? А, остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть догонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в Ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Да вот, нас ждут. Ох, ты хронюшки. Никогда под землей не увидел. Нас только совсем в ушей вороте. А чего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни под рулей. Часовых даже нет. А зачем это все? Ядерная боеголовка и танец его. Воздух чистый. Маски можно снимать. Во... Да, могли бы и прибраться. Ну, посмотрим. Сэм, идиот. Я тут подумал. Нечего нам всем будут обладать. Оставайтесь лучше с Квестовым. Есть. 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 Ты хоть речь-то подготовил? А то как заглинит тебя Это же сам министр Чего на тебя? Ночь не спал Вот видишь Ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав Артем А я пожалуй нет Спасибо что не сдался тогда Ну, с Богом Товарищ министр Командир сводного отряда сил специального назначения города Москва Полковник Мельников с докладом прибыл Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей Среди нас есть женщины и дети Но боеготовность основного состава на высшем уровне Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо Давно не было Кто вы? О, ребята Сейчас туда жрать будем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не волнуйтесь Все будет хорошо И даже лучше И министр И сам верховный Уже ждут вас на ужин Какой к черту ужин? Ты что издеваешься, гад? Соткнись, доктор, говори Где правительство Гнида Отвечай Здесь, полковник, здесь Мы то правительство, которого вы заслуживаете Да как ты смеешь, тварь Вы же... вы же просто людоеды грёбаные Спокойнее А то у вас случится разлетие желчи А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придётся повременить Анализы сделать Кашель мне её не нравится Ты твои руки мне развяжи Я тебе твои анализы так в жопу заколочу Плеваться ими будешь Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека Он давно очнулся, но молча слушает умных людей Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Мрати! Мрати! Я вольтаю! Мрати! В общем, полковник Если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась Прежде чем попасть на стол Вы сейчас возьмёте радио И вызовите к нам ваших людей, оставшихся на поезде Вам ясно? Ну вот А я так надеялся поговорить, наконец, с умным человеком Увы Но ничего, раз вы не согласны Вас отлично заменит молодой человек Когда мы с вами закончим Он наверняка не станет упорствовать Что ж, рад был познакомиться Яков, начинайте Я ведь тебя с того света достану Не хватит всем Всех их Всех Всех Кноптям Но сначала Найти Аню Простите, с лифтом я немного погорячился Черт с ним Идем Запустить плавный лифт Лифт зашёл Будет через минуту Сэр, до нас оборона Мороце Минуту продержимся А чё это такая простая сложность Они с первого выстрела умирают А это видимо просто такая сложность Какая-то А реально, а чё со сложностью? Я реально не чувствую никаких проблем Меня даже ни разу не ранили вроде Сложность хардкор Чё означает сложность хардкор А где оружие? А где лифт? Я потерялся Чё? Что можно сделать? Если нет, то есть Просто не ghost Такая которая Простите Простите А где расстрел Усех Простите А где расстрел Простите Молодцы. Да, молодцы. Генераторный зал из склада. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. Я на выходе? Прекрасно. В темпе, так в темпе. Прекрасно. Зачем я вырубил свет? Куда идти теперь? Блин, особо управление там Попробуй Субтитры сделал DimaTorzok Теперь я тебя санксим Артём, не нашёл? Скорее, каждая секунда на счету Ладно, ещё есть автомат А где второй? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А там было чё-то? Ну конечно было, но я чё-то скипаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А если я тоже, давай, давай, давай тоже будет Блок? О, дайте попробую кинуть сюда эту самую Серьёзно? Я кинул сюда банку и всё равно не на что не повлияло? Ладно Тогда, видимо, надо походной манёвр делать Блин Мастер Крым, на хардкоре решил играть Да и зачем туда стрелять? Ну там же этот, ну, мясо! Мастер Крым, чё сразу мясо? Мастер Крым! Мастер Крым! Мастер Крым! Мясо, Мясо пришло, тебе дотсна. Ну, скотина. А чё это такое, книжка? А тут чё эти ещё полезно вообще? Не, ничего нет, так далее дальше. А, возможно, это там мерзкая локация. Внимание всем, командный центр наш. Ты потеряешь вяжи с точкой сбора всех. Её разберись с управлением дверями и лифтами. Заблокируй все лифтные проходы. Пусть эти твари победят. Чего? Я не успел даже ничего сделать. Блин, как стыдно, я просто помер. Мясо, Мясо пришло. Без сохранения, так кажется, это F-10. Ну, отлично, теперь загрузилось. Мясо, Мясо пришло. Внимание всем, командный центр наш. При потере связи с точкой сбора здесь. Идёт. Разберись с управлением дверями и лифтами. Заблокируй все лишние проходы. Пусть эти твари победят. Кто там, стыдно? Мясо, 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 Мясо. Ой, тормоз. Мясо, Мясо, Мясо. Мясо, Мясо. Господи, какие они бешеные, чуваки. Так, я заблудился, куда дальше идти-то. Куда идти? Сюда? Чё-то я не понял. Я не понял. Ясно. Продолжаем поиски. Мясо, 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 Мясо. Мясо, 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 Мясо. Чё-то я не понял. Мясо, Мясо, Мясо. Мясо, Мясо. Чё-то я не понял. Мясо, Мясо. Опа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, такое бесполезное место. Ладно. Ладно. Короче, вроде бы уже стыдно проигрывать в этой игре, чтобы тебя застреливали, все дела. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Артём, ты цел? Слава богу. Идём. Доложим полковнику. Папа, это я. Артём, ты жива? Где? В медблоке. Артём меня нашёл. Слава богу. Молодец, Артём. Куда я живу? Там как раз вниз прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в камазный центр. Идём. Только не спеши. Мне надо отдышаться немного. Ну вот, ты сама меня толкаешь, когда надо. Спасибо. Вы знаете, вот когда я навожу вот из какого-то суперприцела винтовку на своих друзей? Я уже думала, вряд ли найдём чего похуже, чем на Волге было. Силанти, это с полоумной, с фанатиками своими. Обычно там тампнейл попадает. Как я целюсь. Ну, нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. А вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда мрач был. Но ничего. Посмотрим ещё. И вот, и мы точно пережили. Так что... Ты мразь! Ах, слава богу, я бы себе напрасил. Я в порядке. Так кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? Двадцать лет людей жирали. Ты понимаешь? А, простите. Я, как лейтёк сопливый, повёлся. Сам министр обороны меня примет. Чеславие весь мир придёт. Ещё честь им отдавал. Как чё, блядь, придумали? Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землёй держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будем? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя? Нашёл? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают. А внизу это штаб. ХП-1, центр связи. Ещё в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе. Понимаешь? Мы бы поторопировались, чтобы шерковато стало. Идиот, всё нужное забрал? Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем всё. В темпе, в темпе. Всё готово. В темпе, в темпе, в темпе. В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы всё время, что мне осталось, провести... Вот, с ним вот. Понял? Уж больно я к нему привязалась. Блин, как же, когда она движется, тяжело целится. Да, блин. Попадание смог сделать такое-то. Чё-то не в голову. Вы издеваетесь? Позорище какое. Я даже попасть не могу. Глориус скилл, главное, я никого не убил. Видите ли? Я никого не убил. Глориус скилл. Я ленту добить хотел, чтобы назад не брать. Тесёлая. О-о-о-о. С этим местом, окончательный оу-вер. С этим местом, окончательный оу-вер. И я, кретин, поверил этим с ганзой, что Москва в подчинении уставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил. Сука. Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, всё же вернутся в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьёмся, что мы сможем против ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернёмся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помнить, и не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём ещё в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так, может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться. Аврорика примонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники. Что, спутники, свалить с этой грёбанной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придётся. Данные радиационной разметки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже, каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твоё идеальное место. Трубе отъезд. Я даже ничего не должен нажимать. Просто трублю отъезд. Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямантао мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспия-1 нас отделяют считанные километры. Найдётся ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остаётся, кроме надежды? Пустыня даёт о себе знать. Экипаж всё больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и её пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Старые шпалы и хворост. Экипаж начали. Продолжение следует... Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Машина! Артём, машина! Это сексизм. Почему, если баба, то сразу радует. Пойдём. Они в посёлке тормознулись. Около дома. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается... Только вот мы... Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляетесь на разведку. Надо найти этот чёртов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, и понятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось, разве только чайку заварить? А топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Как нужно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в посёлок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас всё будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет, не быстро только, но и недалеко. Мотор ли этакого веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Да, была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. Это как? Привет, Артём. Это типа крест? А прикиньте, сейчас бы крест был умер. И всё. Не было бы креста. Ой, не крест, фу, князь. Это ж князь. Что там с помещением, идиот? Вроде касса раньше была, и камера хранения. Рухляди всякой полно. Надо будет прибраться. Фух, а солнышко-то припекает. Окей, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда, идиот к паровозу. Я тут пока наведу порядок, потом Степана перенесём. Здесь прохладнее, чем в вагоне. Задача ясна, Ваш благородие. Разрешите приступать? Ха-ха, разрешаю. Ну, я пошёл. Ну, я пошёл. Что-то Алёша разошёлся сегодня. На солнышке перегрелся, что ли? Мы тут все перегреты. Я его сменю, когда Степана отнесём. Ладно, прорвёмся. Я на пост. Артём, мы тут сами убираемся. There we go. Так. Вот. Вот. здание с антенной видишь вроде туда машина пошла ты там осторожней то что знает чего от местных ждать да вроде то кто-то видит какие-то числа я ничего не вижу так ладно погнали это счет сейчас еще раз что-то за ручка я забыл кошмар стало хуже а я могу просто не пользоваться тарушкой пока что еще раз она чем стреляют это просто пистолет пистолет ну ладно вот это может пострелять чё там просто какой-то софтка не летит а это зайцы ладно блин у меня же еще это самое у меня был какой-то то ли датчик движения а не могу сейчас так пока мне не будет ставить остальчанского чуть-чуть за звук а это типа шмотки чего до конца заряжены ничего себе хрень как пузырь 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 в ладно не хочу эту фигню трогать от еще вагон обследуем и что же мне хочешь сказать я должен быстрее идти к зданию с антенной о блин совсем забыл а точно есть те самые ножи где нож да я знаю что нашел нож прикиньте я кинул нож и поэтому я знаю что он тут есть вот еще один я вижу я же вижу нет я не вижу почему музыка продолжается ну а давайте используем прекрасным прицелом я просто попал в чувак ладно я кого-то не вижу или что чё с ним не так почему такой же ночью что-то столько ножей потратил сколько у меня наши еще осталось 0 как надо 5 ножей мастер боя блин а говорится вот я игра на грамм и благодаря этому а теперь мастер игры чувак сочувствую какое-то боящерство я зато могу тут на змею наступить надо я хотел сходить когда не станет с антенной вроде бы ладно мне пофиг на ножи на 1 пофиг на ножи это же 22 единичек что 20 единичек не найду но это конечно очень тупо 20 единичек считается это 20 выстрелов из пушки фу какая гадость ладно но ножей было по моему 5 так сейчас бензин это здание с антенной или а сам антенна это просто антенна это просто антенна и 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 можно так сделать прекрасно она реально начинается вся эта фигня и 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 чё за смысл а Ну хорошо, давайте еще раз посмотрим мое задание. Меня попросили найти воду для экипажа. Для этого надо найти машину. Машина находится не в здании, а вот чуть поодаль. Поодаль же правильно говорить? Поодаль. И где машина? Вот это вроде машина. Блин, все эти трупы, которые на самом деле не трупы. А, то есть это все-таки чувак валяется. А этот, например, он что же валяется? Чем не он? Блин, че же творю? База, это Саул! База, ответьте! Воез, воез, говорю, приехал! Как слышите? База, ответьте! База, ответьте! База! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Вот ты где, дружище! Дружище! Откапывать тебя не надо! Ну? Вылезай тогда! С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится? Несговорчивые какие! Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе кум-королю, это же не пешком пожаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы, но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи! А почему я могу направиться к тебе? Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Братва! С мест сообщают, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролеры на паровозе. Это странно. Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться себе дороже. Гости, видать, из непонятливых. Ну или издалека. В любом случае, надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальным пока готовить дачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Всем отбой! Барон сказал! Барон сказал! Че за обзор? Почему я уткнулся в крышу машины? Так и надо? А-а-а! А-а-а! Я, короче, видимо, шифта нажимаю. Когда нажимаю шифт, он как-то так очень сильно приподнимается. А-а-а! А-а! Ну игра такая еще. Продолжение следует... 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 да там прям надо подтягиваться а а а а а а а а а лохматых жалеет сама такая же вот они что самому страшно подошли собак твоих посылал опять лагало очень интересно а ну держись шкура что она так залагала прикройте меня а давай давай сюда иди да еще ближе лови подарок твою мать опять нифига не сохранялась да что на мать у надпись вот нет просто лучше но будет ну у а Продолжение следует... 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 Играет музыка. Интересное место попало. Играет музыка. 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 Играет музыка.